Добро пожаловать на мой канал, и с вами я, снова Пончо И это очередной каст по Warcraft 3 Reforged И сегодняшний поединок предстоит между двумя профессиональными игроками из Кореи Собственно, один из них, не нуждающийся в представлении Мун, играющий за ночных эльфов Справа сверху начинает он, и желтым цветом он же И против него играет его соотечественник Играющий за альянс оранжевым цветом, слева снизу сок Что ж, начнем И карта сегодняшняя Амазония Самая контактная карта, которая имеется в данном маппуле Я бы сказал, одна из самых маленьких карт, в принципе, в Warcraft Если не считая каких-то кастомок И что можно сказать по поводу матчапа Зачастую На этой карте Мун брал Кипера Но сейчас мы видим Демон Хантера Скорее всего, это связано с Я, наверное, повторяюсь каждый раз в каждом ролике И каждый раз про Мету говорю И, собственно, связано это с балансом, который недавно вышел И в новом балансе Улучшили вторую способность у Демон Хантера Он сейчас стал максимально ликвидным Максимально юзабельным И, собственно, поэтому его используют По максимуму Вот Начался стандартный криппинг от эльфа Лаборатории Был стригерен Щит молнии на лучницу И, собственно, началась Забираться точка Тут же Было отманивание крипов С экспанда Это делается для того, чтобы Во-первых Каменный голем Не кидал стан И, во-вторых Чтобы мелкие големы Не кидали замедление Я не знаю Было ли это Специальным Запланированным действием Разработчиками Что Когда Выманиваешь крипов И когда они бегут на отступлении Они перестают пользоваться Своими способностями В принципе Что тролли и трапперы Которые могут Кидать Сетку Они тоже перестают Накидывать эту самую Сеть Либо это Элементарный баг Не знаю Но это В принципе не интересно Просто Единственная вещь Которую мы должны знать Что это работает И этим Скажем так Довольно часто Пользуются Опытные игроки Кстати Очень ситуативный И удачный предмет Оказался Капюшон Невидимости Потому что Здесь Не была еще Забрана Лаборатория Собственно Поэтому Демон Хантер Может стоять там Безнаказанно До тех пор Пока не появится Просвет Кстати С Экспанда С голема Упала Большая банка Маны Это более Я бы сказал Больше Для Будущего героя Нежели чем Для Архимага Потому что Архимагу в принципе Хватает своей ауры Чтобы нарегинить Себе элементали И Если только Этому не помешает Мун Своим моноберном Но он вкачал Все таки эмаляцию И вот она Так сказать Во всей красе Он Он нарочно Не терял Здоровье На своем основном Герое Чтобы с Большими силами Произвести налом На эту самую базу Вгрызается сейчас В Архимага Архимаг Уже потерял Больше половины ХП Тут же в свою очередь Сок не может Забрать лучницу Ввиду того что Нет просвета Нет вижена По невидимым Войскам Покупается Сапог Также В ответ Покупает Сапог И демон Хантер Т2 уже Почти готова Ставится Хантерс Холл Довольно Поздний Я бы сказал Но это не важно Отвел домой Свою армию Битую Мун Заранее перевел Барак К Кобальдам На центре И здесь Пауэрбилдится Четырьмя рабочими Магазин Да успел вызвать Элементали И сам Успешно Убегает От демон Хантер Взял вторую Вторым героем Панду Мун Кажется Он только что Добил Одного Из Кобальтов Но Ничего страшного Это в принципе Не был Самый большой Кобальт Поэтому Основной Окут Он все таки Получил Чуть-чуть Прошляпил Момент Как Демон Хантер С Стелепортировался На Виспа Которого Завел Внутрь базы А здесь В свою очередь База Глухая О боже Сколько Какую грязь Сейчас творит Игрок Заночных Эльфов Пришел Пандой Дыхнул По Практически Всей армии Сока Да Параллельно Теряет Троля Приста Оно и В принципе Уже не важно Да Улетать здесь На ТП Потому что Опять таки Как я сказал Он ранее Стелепортировался На свою Виспа Персональным Телепортом Тут уже Во всю Работает Дополнительная База Уже было Добыто 1200 Голды Две минуты Она уже Работает Да Наконец Зачищает Свою Лабу Здесь В принципе Всех Забирает Архимаг И получает Заветный Третий Урейн Дышит По одному Рабочему Не совсем Эффективно Но Второго Успел Подрезать Мун Мне кажется Зря он здесь Теряет ХП На Демонхантере Несмотря на то Что у Последнего У вороты Тем не менее Был куплен Шедер Собственно Он отправляется На экспант На добычу Дерева Потому что Мейн Мейном Займутся Работяги Да Здесь Было Синициировано Столкновение На центре Карты Около Кобальдов Очень много ХП теряет Демонхантера Не потеряет Леон Потеря Боже Теряет Своего Первого героя Мун Я бы сказал Отдает Сейчас Инициативу Учитывая То что Он сидит С одной Базой Плюс Готовит Экспант И с одной Лорнице Заказывает Триад Я не знаю Куда Эта Дряда Бежит Да Тут же Вовсю Ставятся Сторожевые Вышки Магическое Имеется Что Да На базе Тоже Стягивается Домой Панда А здесь Крепятся Тролли Не знаю Я возможно Ошибаюсь Но Мне кажется Было бы лучше Если бы Сок пошел Раз В тех же Виспов Например И Поотменять Некоторые здания Нежели Чем Крепиться Архимагом То есть По большому счету Ему не принципиально Сейчас получать Уровень Однако Выбивает Здесь Мантию интеллекта Вторую За игру И он В принципе Уже такой Опасненький Дядька Учитывая Его урон 27 плюс 8 И то что он Герой дальнего Боя Он наносит Большую часть Времени В замесе Урон Этот самый Физически Берется Вторым героем Нага Для Темпа Тут уже готов Экспанд Сейчас Цемется Его зачисткой Панда Потому что Ей крайне необходим Третий уровень Затем И пятый И шестой Сок Грамотно Ставит Ферму Делает Этакую Стенку Чтоб Рабочая Рабочая Линия Была Неприступна Т2 Т2 Уже Умеется Подстраиваются Уже Светилище Подстраиваются Также Рифлы Грейт Уже На них Сделан На Длинноствольные Мушкеты А тут же В свою очередь Забирается Лагерь Наемников Вообще Учитывая Этот матчап И сколько Например Я увидел Игр Именно на этой карте Зачастую Здесь В последнее время Начали играть Через воздух Если У Альянса Имеется Быстрая база То В 60% Случаях То есть В 70% Я бы сказал Игрок Захуманов Рашил Т3 И подстраивал Масс Воздух Грифоны И ястребы Но Учитывая То что Здесь Архимаг Этого Не случилось Ну Наверное Билд Такой Через Архимага Играют Именно Землей Тот Билд О котором Я говорил Ранее Он Возможно Играется Через Горного Короля Коего Мы Не видим Сейчас На экране Да получается Здесь по лицу Демон Он говорит Подожди Подожди Горит У меня тоже Горит Стенка есть Вот Стенка на стенку Там посмотрим Срываются Ополченцы И 49 Против 43 Боевого Лимита Сейчас По всей Видимости Будет налом На Экспанд Тут же В свою очередь Забрались Уже Тролли Смещается Уже К своей Базе Мун И походу Мы с вами Сейчас Увидим Первую Драку За долгое Время Да ловит Дотекание В виде Одного Сколбрейкера Неприятно Его терять Да Вешается Замедло На Иллюзии Но почему-то Триады Да С автокастом Диспелят Все подряд Диспелится Также Элементаль Панда Должна Дышать По идее Я не отметил Здесь были поставлены Две игрушечные Башни Которые Уже Гредятся На Сторожевые Вышки Только что Мун Прожал Оба Свитка Исцеления Немного Подвигенился И дальше Продолжает Давать бой Полностью остался Без Спеллбрейкеров Сейчас Игрок За альянс Ну и Кастеры Собственно Отходят Под Таверы А под Таверы С дриадами Как-то Не особо Хочется лезть Туда Дриады Битые Не доконтраливает Сейчас сок Мог Забирать Битую Дриаду Пехотинцы С щитами Сейчас Выполняют Максимально Грязную Работу Учитывая То что У них Имеется Щиты Имеются И собственно Они не чувствуют Входящего По ним Урона От Дриад Начинает Сейчас героями Работать По виспам Теряет здесь По всей видимости Экспам Мун И В общем и целом Выходит Уже на третью базу Игрок За Альянс И у Муна Не остается Выхода Кроме как Искать Внешние ауты Для Своей победы Был куплен Шеддер Тут Только сейчас До половины Доделалось Тир 3 Да Хотел наломиться На базу Альянса Но Альянс Разумеется Прожал Телепорт Продал Большую банку Маны Покупает Скорее всего Телепорт Оно и верно Тут уже Четыре вышки Стоят Уже Давно Максимально Напрягает Сейчас Мун Своего соперника Но У него могут Уже возникнуть Скоро проблемы Учитывая То что Здесь на дополнительных Рудниках По 20 тысяч Золотых монет Вместо 12 Или 10 Как мы привыкли Видеть в других Картах Забирается Здесь Оранжевая точка Лагерь наемников Получает Пятый уровень Панда Ну и пятый уровень Панды Я считаю Что это Уже Game changer Потому что Дышать Он будет Дай боже Четвертый с половиной Уровень Demon Hunter Сейчас Ему До шестого Как до луны По крайней мере Сейчас Имеется уже Т3 Покупается Арба Не знаю Как он собирается Отжимать Эту карту И вот Собственно Первая Проблема Обычно Эльфы Ну крайне Неудобно Сюда забегать Учитывая То что здесь С одной стороны Деревья С другой Тоже И тут Получается Хорошая Такая Оборонительная Стенка В виде Башен Видит Что Негде Фармится Хуману Закупается Расходниками Имеется Два Свитка Исцеления Напомню Что каждый Свиток Исцеления В принципе Контрит Дыхание Панды Да Видит Что к нему Наламывается На Базу Эльф И собственно Смещается На ее Дефенс Защит Сейчас Панда Дыхнула По Футменам И у тех Сразу Минус Половина Здоровья Дышит еще Панда Боже Как же Им больно И сейчас Начнется Веселуха Понимает Что Не вывозит Здесь Пайт Сок Делает ТП Аут У него Уже имеется 96 Доступного Лимита И При этом Качает Он с трех Бас Одновременно Грейды У Муна Неплохие Весьма И весьма Учитывая Что он С одной Базой Играет 2 1 Дышит Сейчас Панда Сок Вот-вот Должен Уже Терять Остаток Своих Футменов И тогда Дряды Скажем так Воссияют Вновь Сразу Сразу Диспелятся Элементали Это Дополнительный Опыт Как-никак Получает Пятый уровень Демон Хантер Сразу Вкачивает Третий уровень Маноберна 500 Да Условий Возможно Повторяюсь Третий уровень Перед собой По всей видимости Теманхантеру Тоже Относительно Немного Осталось Для получения Шестого Уровня Каких-то Жалких 127 Опыта Да Вписывается За красную точку Бум Не хочет Отдавать ее Хочет С фланга Зайти Носок Грамотно Превентивно Отбегает И собственно Прожимает ульту Сейчас панда Моментально Жмет Телепорт После этого Сок Ж ГГ ГГВП В общем Мун одерживает Хорошую Такую Твердую победу На такой карте Как Амазонии Учитывая то Что он потерял Свой Экспанд Один раз Его выбили Поставили свой Экспанд Мне кажется Это было лишним Можно было выйти В Т3 Подстроить Мортир Со Шапнелью Возможно Подстроить Рыцарей Но Опять таки Скорее всего Мун Не дал бы Этому случиться Но Игроку За Альянс Намного Виднее И понятнее Эта ситуация Нежели Чем мне В целом Такой вот Поединок Получился И Будем Заканчивать Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Делитесь Впечатлениями В комментариях И до скорых встреч Пока Пока Продолжение следует